Все эти дни с аномальными холодами принесли немало проблем населению. Были отмечены перебои в подаче природного газа, электроэнергии и работе коммунального хозяйства. С 13 января по сегодняшний день в областной штаб со стороны граждан поступило 1095 обращений. 71% из них связан с вопросами электроснабжения, 23,6% – с голубым топливом и 5% – питьевой водой. Если 67% обращений были решены, то 33% до сих пор остаются открытыми. Этой теме посвящено видеоселекторное совещание, прошедшее в областной администрации. Большая часть нерешенных проблем в городе Самарканде далее следуют Булунгурский, Пастаргонский, Самаркандский и Ургутский районы. Руководители городов и районов и профильных организаций были подвергнуты критике Хокимом области. Большие нарекания уже есть. Руководители многоэтажных домов вызывают работу управляющих компаний и ширкатов. Опасные дорожки покрыты льдом, отсутствие освещения в подъездах. Электропровода, беспорядочно болтающиеся в щитах и приводящие к аварийным ситуациям – это то, что зафиксировала рабочая группа областного Хокимята во время проведенного мониторинга. Должностным лицам данные поручения обеспечить благоприятные и безопасные условия проживания граждан. Большинство заявлений поступает от населения, то свою лепту в решении многих вопросов вносят журналисты и блогеры, которым глава региона выразил свою благодарность. Большинство заявлений. Также говорилось и о своевременной уборке мусора и очистке тротуаров от гололёда. Во многих местах невозможно дойти до учебных учреждений и организаций. Из-за опасных заледенелых участков могут серьезно пострадать люди, сказал Хоким области. Были показаны конкретные примеры завалов бытовых отходов и тротуаров с гололёдом. Ответственным лицам городов и районов сделаны замечания и поручено решить имеющиеся проблемы.